Зарабить гроши на кишинные расходы. Для многих подлетков это очень важно. Такую мягчимость отримали ученики, которые наведывают лагеры працы и отпочинку под час летних каникул. Марина Джалая побывала в научных установах Гомеля и района и поназирала, какой деятельностью там заняты школьники. Владислава учится в 10 классе Бральевской школы и 2-й год записывается в лагерь працы и отпочинку. Летость разом с иншими наводила пригожость на дворовой территории и шила на матрацники. Все лето вырабляя для першеклассников комплекты постельной белизны. Девчина кажется, что самостоятельно зараблять хоть и невеликие гроши, вельми приемно. Сродки на оплату выделить управление по праце, занятости и социальной обороне Гомельска-Гары-Ивыконкаман с фонда социальной обороны насельництва. В прошлом году я таким же занималась делом. Тоже шили на матраснике для детей начальных классов. В прошлом году мне понравилось. Сплоченная работа была, хороший коллектив. В этом году я тоже проявила инициативу поучаствовать заново. За два тыдни восемь девчат пошить около 50 комплектов белизны. И першеклассники, которые уверенно с ней пройдут в школу, будут спать на новых ярких постелях. Девочкам очень нравится. У них очень насыщенный рабочий день трудовой. Три часа – это трудовая деятельность, а дальше развлекательно-оздоровительные программы. До речи весело на каникулах и хлопчикам и девчонкам с молодших классов. Пакуль батьки на праце, до детей у оздоровленшей лагер пришли клоуны. Переезжаем у 33-ю Гомельскую школу. Тут так само кипить праца. Восемь хлопчиков и девчонок займаются озеленением территории и створают вот такую шокованную клумбу в годы 75-ти годы о Великой Перамоге. К ветке – аксамитке. Я, наверное, долго цветусь, там у клумба застанется яркой до середины в осени. Трудовая деятельность у нас в первой половине дня. Она 45 минут, обязательно с 10-минутными перерывами. Детям мы даем не только работать, но и отдыхать. Во второй половине дня, как правило, это спортивные мероприятия, отдых, настольные игры. То есть не только отдыхаем, но и где-то работаем. Лизавета у лагеря праца и отпадшинку «Амаль» каждое лето. И она одинная дочка у батьков. Дома, каждая девчина, летом сидеть сумно. И она готова хоть клумбы доглядать, хоть шить, хоть ремонтовать, абы быть у компании своих сябров. Мне дома, так сказать, заняться летом нечем, поэтому я решила походить сюда, так как время провести с пользой, заработать немного денег, также пообщаться со своими сверстниками. Усяго у червени в Гомельской области будет денеж из выше 100 лагеров праца и отпадшинку. Их наведают больше за полторы тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 годов. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпанія Гомель.